В Алматинской области продолжает расти число заболевших. Только в нашем Талдыкургане на сегодня страдают этой болезнью 28 человек. В условиях пандемии от коронавируса мы, наверное, будем жить долго. Нет вакцины, нет лекарств. Нужно только соблюдать гигиенические меры. Но вместе с тем эксперты призывают соблюдать и информационную гигиену, поскольку в эфире, это WhatsApp и другие мессенджеры, очень много ложной информации. Об этом поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях пресс-секретаря Акима Алматинской области Алмурат Жуки. Добрый день. Давайте сначала послушаем очередную такую фейковую информацию и продолжим наш разговор. Хорошо. Давайте. В скором времени нас выпускают с карантина, но есть вероятность, что нас будут заставлять одевать маски после карантина. И есть вероятность, что эти маски заражены новым вирусом, который активируется в них от влажного, тёплого дыхания. Поэтому максимально распространять всем своим близким, чтобы маски в аптеках не покупали. Шейте сами маски из марлечки, из резиночек. Потому что хотят запустить вторую вспышку. Первая операция у них не удалась. Хотят запустить вторую вспышку, чтобы протолкнуть вакцину. Вот такая страшная информация на сегодня распространяется по WhatsApp. И многие мне самой отправили уже 15 человек. Расскажите, пожалуйста, что за информация? Как мы будем бороться с распространителями? Перевисточник данной информации Российская Федерация. Она широко распространилась там. Теперь вот дошла до нас, что якобы медицинские маски не надо одевать, что надо самим шить и так далее. Сейчас огромный фронт работы нашей. Как раз таки борьба с такими, скажем так, недостоверенными информациями. Я хочу сказать, что в Республике Казахстан действуют официальные источники информации по коронавирусу. Это два телеграм-канала и сайт коронавирус-2020 язык, где своевременно выставляется вся актуальная информация на сегодняшний день. Кроме этого, в социальных сетях есть и страничка регионов, в котором вы проживаете, также и страничка Министерства здравоохранения. Ввиду того, что очень много фейков распространяется, ведущие, так скажем, социальные сети, я говорю сейчас о Фейсбуке и Инстаграме, у них специально есть вкладка по ситуации COVID-19 в мире и в вашем, в том числе, регионе. Нет, мы доверяем больше сомнительным источникам, голосовые сообщения, либо видео какое-то, что якобы через маски хотят распространять, идет лобби, вакцины, а там большие деньги крутятся и так далее. Я скажу так, что вся вот эта информация, она мешает нам для работы, в особенности мешает нашим медикам, потому что любая информация, которая проходит, мы обязаны проверить, мы уточняемся, потом, значит, делаем опровержение. Сегодня утром тоже был звонок ко мне, люди говорили о том, что в Инбич-Казахском районе от коронавирусной инфекции скончает двое человек. Этот вопрос я тоже хотела задать. Нет, более того, я вам скажу, на территории Алматинской области ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ, то есть аппарату искусственной вентиляции легких. Это говорит о том, что идет правильный алгоритм лечения, и пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Но, тем не менее, мы всегда готовы к ухудшению ситуации. Допустим, Алматинский город Алкуран был единственным областным центром, куда еще не пришел COVID-19. Сейчас мы на сегодняшний день знаем, что в городе 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, благодаря тому, что мы заранее подготовились к этой работе, нам удалось локализовать распространение болезней как таковой. Почему я так говорю? Потому что вся линия идет фактически от одного человека. Это его контакты, контакты, контакты. Что показала эта ситуация в городе? Что, к сожалению, ввиду того, что режим чрезвычайного положения был отменен, но, тем не менее, у нас сохраняется карантинный режим, люди неправильно поняли. И начали ходить по гостям, начали посещать массовые скопления людей, создавать, тем не менее. На Каратале, буквально вчера я вечером проезжал, на набережной, возле памятника Кабамо Аблатеры, высталась длинная вереница автомобилей, в которой звучала музыка и так далее. То есть люди собираются и, тем более, не предохраняются, то есть нет элементарной маски, перчаток и так далее. Но если человек не носит маски, то и перчатки, естественно, от него ждать не приходится. Поэтому я бы хотел обратиться к нашим уважаемым телезрителям, чтобы они понимали всю серьезность данной ситуации. Что в наших соседних странах, к сожалению, мы ежедневно получаем сводку, что сотнями умирают люди. У нас тоже в стране есть летальные случаи, поэтому не стоит пренебрегать элементарными мерами безопасности. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете позвонить по телефону 40 0109, код города Талдыкурган 8 72 82 и задать свои вопросы нашему гостю. Также работает WhatsApp мессенджер, номер которого стоит на ваших телеэкранах. Туда вы можете написать свои вопросы. Мы здесь в студии озвучим. Звоните, пишите. Все это связано, знаете, с тем, что ложных информаций становится все больше. Это вот я мнение наших зрителей хочу. Я специально проводила опрос, с чем такое связано. И они сказали, потому что мы не видели больных людей. Именно кто заразился коронавирусом, мы лично этих людей, ну хотя бы по телевизору, хотя бы в социальных сетях, мы этих людей не видели. Они нам не говорили, что вот действительно я заболел, вот я лечусь, вот такие вот такие принимаю. А есть только слова заболевших, которые говорят мне, вот сделали такой непонятный укол, называется вот так, из-за этого я заболел, иначе я был здоровым. Поэтому люди считают, что коронавируса на сегодня нет. Вот в этом направлении какая-нибудь работа, например, вы как руководитель всей пресс-службы Алматинской области какую-нибудь работу ведете в этом направлении? Изначально хотел бы отметить, что чтобы снимать людей, тем более в больнице, необходимо их неразрешение. Поэтому немногие соглашаются. Даже были случаи, когда люди выписались, и мы их сняли на камеру, они отказывались до того, что, ну, менталитет наш, и говорят, что не надо, там, я не ту старую, родственнику видеть, и так далее, и так далее. Но я хочу отметить, что когда мне говорят, что я не знаю тех людей, которые там переболели коронавирусной инфекцией, я бы хотел отметить, для пользователей социальных сетей, да, сейчас вся семья известного адвоката Джохару Тебекова... Давайте о нем поговорим чуть позже, есть телефонный звонок, ответим телезрителю и продолжим. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Алло. Да, да, мы вас слушаем, говорите. А, здравствуйте, это с поселка Балпакбе, Коксовского района. У нас с утра воды нету, отключили. Вот про коронавирус говорите, руки часто мыть, без конца мыть, течение четырех секунд мыть, и как нам быть? Весь предупреждение, отключили, и все. Во всем поселке? Во всем поселке? Поселок Балпакбе, Коксовский район. Нет, а весь поселок отключили или как? Весь поселок. Соседи вот сейчас у меня попросили воды. Я говорю, извини, не предупредили, и у меня нету. Вот все сидят и удивляются. О каком вирусе может быть речи? Спасибо большое. Даже когда есть, нету для рук воды. Вы, пожалуйста, решите этот вопрос. Спасибо большое. Записали, более того, я уверен, что мои коллеги из Коксовского района смотрят этот эфир и уже принимают меры по выявлению причины. Я думаю, какая-то авария случилась, и в скором времени это все решится. Давайте продолжим нашу тему, но прежде хочу напомнить нашим телезрителям, вы, пожалуйста, на WhatsApp мессенджер не звоните. Вы туда пишите свои вопросы, а то сюда мне звонят. Я в студию не могу передать ваши голосовые сообщения, только письменно. А если хотите лично задать, то звоните по телефону 400109, код города 827282. Про адвоката мы хотели. Про адвоката. Значит, известный адвокат, самый топовый блогер среди адвокатов, да, со всей семьей сейчас находится в новой, там, построенной буквально там за две недели в больнице, да, в Алматы. Вся семья его сейчас получает лечение, кроме этого, допустим, я по социальной линии, по линии социальных сетей. Есть такая аминка-витаминка, мы все любили ее в детские шутки, но она сейчас немного подросла. Хочу отметить, что мне вот пресс-секретарь Коксуцкого района звонит, я думаю, что по поводу вот как раз-таки водоснабжения. Как раз-таки вот про аминку продолжим. Она тоже переболела. У нас люди, которые у нас лежали, тоже выкладывали посты в социальности, а как это проходит и так далее. Некоторые, допустим, ввиду того, что нет конкретной вакцины для этой болезни, и у нас принимаются таблетки иного характера, я имею в виду, которые на самом деле принимают больные другим диагнозом. Но, тем не менее, она помогает подавить развитие самого вируса. И благодаря этим таблеткам люди излечиваются. Допустим, у нас на сегодняшний день, если не ошибаюсь, 151 человек вылечились от этого недуга. И всякого рода выражают сомнения, что стоит ли мне принимать эти таблетки. А обратно-таки к этой информации ведем недостоверное. Если ничего не произойдет, я не буду эти таблетки также принимать. Я хочу сказать, что таблетки надо принимать, и тем более есть конкретные люди, которые излечились этим болезнью. А когда человек говорит, что я не видел такого человека, который лечился и так далее, но вирус он тоже не видел, мы его только под микроскопом увидим. Поэтому пренебрегать своим здоровьем не стоит. Давайте я озвучу вопрос нашего телезрителя. Вот пишут, нужно в таких случаях сразу говорить фамилии, имена, отчества и адреса этих больных. Тогда распространения не будет. Люди будут знать, куда не ходить, с кем не общаться. Мне кажется, тоже хороший момент. Есть законодательство конкретное, что, допустим, если я получаю лечение от той или иной болезни, я, допустим, имею правду, чтобы не появлялась информация о том, что я болею какой-то от болезни и так далее. Это личная информация. И есть такое понятие, как медицинская тайна. В этом тоже есть условия. Но, тем не менее, мы сообщаем, где обнаружено, сколько человек. Допустим, у нас по области лидирует Елийский район. 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Затем идет Емельский-Казахский район. Потом третьим идет Кигенский район. Четвертым, к сожалению, город Талакурган. И мы на сегодняшний день наблюдаем картину, что люди просто элементарно перестали одевать маски. Хоть мы с вами каждый день от начала чрезвычайного положения в прямом эфире 2-3 раза в день выдаем информацию. В социальных сетях даем информацию. Но, тем не менее, у людей какое-то ощущение, как будто это все, пандемия прошла. На самом деле... Когда сказали послабление, люди подумали, все, закончилось. Но мы сейчас видим иную картину. Даже в городе Талакурган, где ноль пациентов было, чистый город был, сейчас уже 28. Вот спрашивают, 28 человек все зараженные или контактные? Ну, 28 человек зараженные лежат в больнице. А со сколькими они контактировали, еще неизвестно. Каждый случай надо отметить. Здесь я хотел бы представить вам такую пирамиду. Начало это нулевой пациент. От него идут, выявляем контактных, 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 контактных и так далее. В основном идет по этой линии. Но есть также несколько случаев, которые самообращения были. Среди них, к сожалению, есть и человек, который сам работал в блокпосту. Поэтому и там проведена дезинфекция. Кроме этого, временный карантин был закрыт, и онкологический диспансер. Сейчас там идет промывка. Я думаю, сегодня-завтра ее уже откроют заново. Там один блок просто был заражен. Человек был с онкологией. Последняя стадия. Я думаю, может быть, потому что у меня есть такая практика, что когда у человека уже весь организм, этот недуг, рак уже борется, иммунитет падает. И уже у него плюс еще показал коронавирусную инфекцию. Поэтому принимать этим не стоит. Это был человек, наверное, контактированный. Просто люди тоже переживают. Вот только хотелось зачитать. Говорят, у нас больные лежат в онкологии. Один человек был. Мы его перевели. Вели карантин, промыли полностью этот блок. Кроме этого, взяли анализы у тех людей, которые с ними контактировали. У них пока чисто. Но, тем не менее, мы намерены открыть больницу, потому что уже вся комплексная работа там была проведена. Сейчас очень много у нас. Также мы закрываем подъезды. Карантин. К сожалению, мы сейчас видим, вот как раз-таки люди позвонят с этих подъездов. Нам, допустим, сделали дезинфекцию первый день, сейчас закрыли и так далее. Мы не можем выйти. Почему каждый день не делают дезинфекцию? Есть состав дезинфицирующих средств, которые действуют на определенное время. Мы проводим дезинфекцию самыми лучшими средствами. Пока у них до сих пор идет действие первой дезинфекции, при необходимости мы будем еще раз повторять вот эту работу. То есть, я имею в виду дезинфекцию поезд. Вот еще пишут. Так что с этой женщиной, голос которого вы давали, ее наказали? Откуда она? И вообще правда это или не правда? Ну, я еще раз хочу сказать, что впервые это голосовое сообщение вышло с Российской Федерации. Потом она пришла к нам. Также очень много наших фейков переходят туда, к ним. Зараженные маски. Еще говорили, вот специально сейчас очень много гуманитарной помощи поступает со стороны Китайской Народной Республики, что они специально вот это отправляют, маски и так далее. Вы знаете, у нас вот в Талкровине тоже была партия цветом, маски такая, как у вас. Ничего, они все чистые. Такой информации нет, что от них кто-нибудь заразился. Поэтому это очередной фейк. К сожалению, оно имеет место быть. Может быть, просто эти маски нужно перед продажей проверять? Есть такая возможность? Все маски, вы когда покупаете маски, смотрите на целость упаковки. Есть такие моменты, да, я сам несколько раз видел, когда вот с какого-то там целлофанного пакета вытаскивают, вот, пожалуйста, руками. Это тоже вот как бы соблюдение лимитарных норм. Я покупаю маски медицинские для себя, для детей, которые продаются в конвертах. И стоят они, я скажу, недорого. Я, к примеру, то, что на мне покупаю за 200 тенге. Зачитая вопрос, здравствуйте, а возможно такое, что взяв один раз анализ, два результата, один отрицательный, второй положительный, после сдачи анализа отрицательный, а на следующий день положительный? Еще раз. Значит, человек два раза сдает анализ. Да, сегодня сдал положительный, завтра сдает, то есть сегодня отрицательный, завтра положительный. Ну, например, сегодня человек контактировал, он пошел, сегодня сдал. Показали отрицательный, а потом через два дня у него или на следующий день берут у него положительный. Почему мы не используем широко экспресс-анализы? Потому что показатели экспресс-анализов, не скажу, что они точные, но во всяком случае с ПРЦ они несравнимы. Поэтому когда у вас берут анализы уже с ПРЦ, там уже стопроцентный результат. Но тем не менее есть такие сомнительные моменты. И когда анализы уходят сомнительно, мы перепроверяем. Поэтому есть такая практика. Но не скажу, что она широко распространена, что анализы ПРЦ, я еще раз повторюсь, результаты стопроцентные. Если мы говорим об экспресс-анализах, там может быть определенные погрешности. Да, минус-плюс может быть. Поэтому особо надеяться на экспресс-тесты наверняка не что. Алматинская область использует 100% для выявления коронавирусной инфекции только ПРЦ-тесты. Еще один вопрос. Пишут, может быть, толдукурганцев очень мало? Их не так много, пишут. Еще два человека написали. Может быть, всех нужно проверить тестом? Мы сейчас идем по коллективам, допустим, кто работает на передовой. Это медики в первую очередь, это в первую очередь полицейские, сотрудники, которые задействованы на блокпостах. Кроме этого, мы сейчас начали проверять и госслужащих, которые работают на работе, остались на работе. Я имею в виду, многие государственные случаи сейчас перешли на дистанционную работу. Также мы начали практику обследования и журналистов, которые работают на передовой. Вчера мы первый этап провели, в пятницу еще раз проведем. То есть мы идем к этому, как вам сказать, те, кто работают на передовом, первоих проверяем. Постепенно мы перейдем и к остальному слоям населения. Еще один вопрос. Говорят, вот заболели полицейские, потом в онкологии выявили. Теперь вот в СЭС сказали, это правда или нет? Еще где обнаружили больных с коронавирусом? Я прямо не скажу, что в СЭС, но я скажу, что один человек, который работал на блокпосту, сейчас, вчерашним днем, он зарегистрировал. Поэтому здесь еще раз надо отметить, что мы сейчас выдаем года рождения, но не сообщаем, где она работает. Не от того, что мы это скрываем. Есть определенные требования законодательства. Допустим, если в какой-нибудь организации заболел человек, об этом может сказать только руководитель этой организации. К концу остается мало, поэтому давайте еще один вопрос задам. Мы обижены, потому что нет открытости. Везде скрывают, везде не говорят о конкретных информации, о конкретных людях. Еще раз пишут. Еще раз говорю, люди, мы говорим точнее, года рождения, где они были, населенный пункт, но не сообщаем их, не место работы и так далее. Есть такое понятие тайной медицины, есть такое понятие закона личной жизни. Если человек против того, чтобы о нем сообщали, мы, естественно, не имеем права сообщать. И его законные права нарушить мы их не можем. А то, что касается информации, допустим, мы сообщаем, где закрыты подъезды, где закрыты частные дома. Куда лучше не ходить. К сожалению, мы видим обратную картину. Знаете, стоит нам сообщить, завтра утром мы видим двоих-троих наших известных блогеров, которые ходят, снимают там и говорят свои комментарии. Кто-то не верит этой болезни, кто-то устал, что вот постоянно, вот в течение двух месяцев и так далее. Что это как бы, более того, я вчера слышал еще одну информацию, ко мне отправили, что якобы государство на этом зарабатывает деньги, сообщая о том, что вот... Да, 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 такого очень много. Да, я хотел бы сказать, да, на профилактику коронавирусной инфекции, да, выделяются средства, но из-за того, что мы ввели жесткие карантинные меры на территории области, мы теряем доходную часть бюджета области, и эти суммы несравнимы. Поэтому и нам хочется поскорее убрать карантин, поскорее, чтобы все начало работать, действовать, но для этого усилия одного акимата или других заинтересовых ведомств недостаточно. Для этого все мы должны сознательно пойти на самоизоляцию, беречь себя, и принимать меры по недопущению дальнейшего распустения коронавирусной инфекции. И только от них зависит остановить этот вирус? Сознательность каждого человека, я хочу напомнить этот ролик, помните, со спичками? Зажигается первая, пошла, пошла. Очень хороший, кстати, ролик. Одну убирает, все, дальше она не уходит. И мы также должны беречь себя, и в первую очередь без надобности не выходить из дома, и тем более не ходить в гости, проводить малые и большие семейные мероприятия, дни рождения и так далее. Для этого будет еще время, для этого будет время в дальнейшем. Тем быстрее мы пройдем к этому вопросу, пройдем этот этап, тем быстрее мы уберем карантин и будем жить прежней жизнью. Каждому хочется так жить свободно, как раньше до карантина. Спасибо вам большое, что нашли время и ответили на вопросы наших телезрителей. Дорогие телезрители, мы с вами встретимся завтра в 16.00. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok